Из тех заявлений, которые были опубликованы на настоящий момент, можно сделать такой вывод, что история армянской государственности на территории Нагорного Карабаха подошла к концу. Как вы видите, что будет дальше тогда? Я не совсем понимаю. Азербайджан будет брать под полный свой контроль, проводить выборы? Вы знаете, мне кажется, здесь нужно смотреть на заявления, которые делал Азербайджан. И он делал их примерно сразу после того, как были подписаны соглашения в 2020 году. Азербайджан всегда говорил о том, что его конечная цель – это установление полного контроля над всей суверенной территорией Азербайджана. И Азербайджан всегда давал понять, что ситуация в Нагорном Карабахе является временной. И он также всегда давал понять о том, что российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе тоже на временной основе. Как минимум до 2025 года. Сейчас непонятно, будет ли вообще как-то этот мандат продлен. Но понятно, что он будет продлен. Если и будет продлен, то уже на двусторонней основе между Баку и Москвой, а не между Баку-Ереваном и Москвой. Очень много вопросов, но Азербайджан, похоже, добился того, что он хотел добиться. И еще раз говорю, что последние месяцы они очень четко декларировали свои цели. Я не знаю, почему на это мало обращали внимания, но было видно то, что они хотят сделать то, что они сделали. Они хотят провести так называемую контртеррористическую операцию. Они хотят разрушить армянские формирования, которые находятся на территории Нагорного Карабаха. И они хотят расформировать так называемую Нагорно-Карагавскую республику. Они о том говорили открыто на протяжении нескольких месяцев. А стало это возможным, потому что Россия не вмешалась? Я не думаю. Знаете, мне кажется, с самого начала, после войны 1920 года, у всех, в том числе и у Армении, конечно, и у западных стран, были очень завышенные ожидания от тех возможностей, которые у России были в этом конфликте. Во-первых, Россия по-другому относилась к Карабахскому конфликту. Для России это ни Донбасс, ни Приднестровье, и даже ни Южная Осетия, ни Абхазия. Это совершенно другая история. И возможности России в этом конфликте всегда были очень ограниченными. Мы помним, что переговоры длились почти 30 лет. И в той или иной форме. Были предложены разные формулы для урегулирования конфликта. Россия в них участвовала, как член Минской группы. Но ни одной из сторон за все это время не удалось убедить ни Баку, ни Ереван прийти к какому-то соглашению. Ни одна из сторон не мог предотвратить, я имею в виду, ни один из международных посредников не мог предотвратить войну 2020 года. И то соглашение, которое было подписано в 2020 году, оно было компромиссным. И в Москве всегда к нему относились как к проявлению серьезного компромисса со стороны, прежде всего, Баку, а не Ереван. И в Москве также всегда давали понять о том, что вопрос азербайджанского контроля над Карабахом – это тоже вопрос времени. И многое будет зависеть от того, только как это будет происходить, за какой период Баку сможет добиться цели, и каким образом это будет происходить. Дипломатическим способом или тем способом, который мы видели вчера и сегодня. Почему все-таки Россия не решила сейчас вводить, ну как-то активизировать своих миротворцев? Во-первых, у миротворцев нет мандата, это правда. Все об этом говорят. И единственный мандат миротворцев – это трехстороннее соглашение. Но если вы откроете… Мандата вы имеете в виду какого? Международного? Я имею в виду, нет никакого документа, с которым были бы согласны Азербайджан, Армения и Россия, о том, что могут делать миротворцы и что они не могут делать. Могут ли они открывать огонь, в каких случаях, что они могут делать вообще. Такого документа нет. И в трехстороннем соглашении об этом ничего не написано. Вообще ничего. То есть там фактически просто написано, что они присутствуют в таком-то и таком-то регионе до такого-то и такого-то периода согласия Баку и Еревана. Вот и все. Никаких гарантий нет. Так же, как в этом соглашении не написано ничего о том, что будет, если одна из сторон решится нарушить эту договоренность. Кремль просто не решился, потому что это нигде не прописано, как действовать миротворцам? Или не было желания? Во-первых, то, о чем я сказал с самого начала, у Кремля не было первых возможностей, во-вторых, желаний. Если вы посмотрите на те отношения, которые существуют между Азербайджаном и Россией, между Арменией и Россией, то вы видите, что, во-первых, Россия и Армения, они являются союзниками по ДКБ. А Россия и Азербайджан 22 февраля 2022 года, в день начала войны в Украине, полномасштабного российского вторжения, подписали также так называемое Московское соглашение, которое Азербайджан трактует как договор о ненападении. И в этом договоре очень четко также написано, что Москва признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Уже в этом соглашении написано, что Москва признает документально азербайджанский суверенитет над Нагорным Карабашем. И, следовательно, вы представьте себе ситуацию. В регионе, в которой Россия считает территорией Азербайджана, находятся российские вооруженные силы с непонятными правами. И в ситуации, в которой мы видели, как они должны действовать. Может ли Россия, скажем так, превентивно попытаться остановить Азербайджан? Ну, тогда это будет нарушением всех договоренностей, которые есть между Россией и Азербайджаном. И фактически Азербайджан может или мог бы расценить их как начало боевых действий между Россией и Азербайджаном. Но для Москвы, насколько я понимаю позицию Москвы и насколько Россия ее выражала все последние годы, это абсолютно неприемлемо. В этом договоре или в этом сообщении пока о том, что достигнут режим прекращения огня, сказано о том, что из Нагорного Карабаха должны будут быть выведены все армянские вооруженные подразделения. При этом Пашинян, вот буквально только что читаю эту новость, говорит, что мы об этом с удивлением узнали, потому что он второй день продолжает говорить, что там нет армянских подразделений. Видите ли вы здесь какую-то опасность, что вокруг этого будут какие-то споры и, возможно, дальше конфликт продолжится? Ну, во-первых, я бы не назвал это соглашением о прекращении огня. Соглашение о прекращении огня предполагает, что есть две стороны, которые находятся... Ну да, пока это декларирование. Нет, соглашение о прекращении огня — это соглашение, когда две стороны после этого соглашения находятся в равных позициях, они находятся при своем. Согласно тем договоренностям, которые опубликовал Азербайджан, это фактически капитуляция. То есть одна сторона после прекращения огня должна полностью сложить оружие. И там это говорится. Если это произойдет, если армянские формирования сдадут свою тяжелую технику, как это там говорится, под контролем российских миротворцев, может быть, сдадут, наверное, легкие вооружения тоже или выйдут вместе с ними. Мы не знаем, как это будет происходить. Но там четко прописано то, что должно произойти разоружение. Если это произойдет, следовательно, какие могут быть предпосылки для возобновления войны? Только какие-то террористические атаки. Но есть ли сейчас, по вашим оценкам, на территории Нагорного Карабаха армянские подразделения? Азербайджан говорит, что да, Армения говорит, что нет. Но понятно, что прошло уже три года со времени прекращения огня, со времени заключения соглашения. Все это время на территории Нагорного Карабаха находилось, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч вооруженных людей. И понятно, что они все время там не могли находиться. Там должна была быть какая-то ротация, об этом говорит Азербайджан. И, скорее всего, речь идет о том, что там есть смешанные подразделения, что эти формирования являются смешанными. Там есть люди, которые происходят как с территории самой Армении, так и местные люди. Есть ли у вас опасения, что условно граждане Армении, которые не согласны с позицией своего правительства, сами возьмут в руки оружие и пойдут защищать армян в Нагорном Карабахе? Опасения того, что ситуация в Армении может развиваться в сторону дестабилизации, есть. Ибо видели те события, которые происходили там сегодня и вчера, продолжают происходить сегодня. Будет ли в Армении сменено правительство? Кто придет к власти, если будет сменено правительство? Такие риски, наверное, есть. Потому что, еще раз говорю, это конфликт многолетний. Он очень сложный. Это этнический конфликт, где обе стороны применяли в отношении друг друга насилие. Там были этнические чистки. И история насилия очень длинная. И, конечно, что это просто все так может не закончиться, такие риски есть. И что другая сторона попробует эскалировать, отыграть как-то ситуацию или мстить с помощью террористических атак или еще что-то. Такие риски есть. Так же, как есть риски того, что Азербайджан, отношения между Арменией и Азербайджаном продолжат нагнетаться. Все знают про то, что у Азербайджана есть требование открыть так называемый Зангизурский коридор. Вчера Эрдоган заявил об этом на Генассамблее ООН. Причем обе стороны по-разному понимают, что такое коридор. И нет четкого общего понимания, что это. Поэтому есть риски для развития конфликта. Но мне кажется, сейчас очень много будет зависеть от того, какая будет реакция в Армении, насколько Пашинян сможет контролировать ситуацию в Ереване. Видите ли вы предпосылки, что Азербайджан вообще решится везти войска уже на территорию Армении? Такие риски есть. И они есть, потому что обе стороны согласились о том, что должно быть транспортное сообщение между Нахичеванем, азербайджанским эксклавом, который граничит с Арменией и с Турцией, но не с Азербайджаном, и с самим Азербайджаном. Но стороны по-разному понимают, что означает Зангизурский коридор. То, что такое транспортное сообщение должно быть открыто, записано в соглашениях 2020 года. И Азербайджан ссылается на эти соглашения. И, конечно, открытие такого коридора, так же, как и какая-то военная активность со стороны Армении, диверсионная активность, партизанская активность, или, как вы сказали, если будут какие-то вооруженные группы, которые попытаются вторгнуться в Нагорный Карабах или на территории Азербайджана, то риски эскалации, безусловно, в данной ситуации существуют. Есть ли риски, что Армения в результате вообще может потерять свой суверенитет? Вы знаете, если посмотреть на российские заявления, то Россия говорит, что такие риски существуют. Если Армения прекратит кооперацию в сфере безопасности с Россией, то она останется один на один с Азербайджаном и Тольцем. Это то, что говорит Россия. Я не думаю, что у Азербайджана есть такие интенции. У Азербайджана есть цель установить контроль над Карабахом. И, наверное, у Азербайджана есть цель иметь транспортное сообщение с Нахичевани. Вопрос в том, как она будет выглядеть. Но я не думаю, что у Азербайджана есть цель разрушить армянское государство. Скорее всего, нет. Но, опять-таки, учитывая то, что этот конфликт очень долгий, и взаимное доверие нет никакого между сторонами, и ненависть имеет очень глубокие корни, мы не можем исключать ничего в данной ситуации, пока не будет каких-то устойчивых соглашений и договоренностей между сторонами. Стоит ли опасаться армянам Нагорного Карабаха теперь? Стоит, прежде всего, опасаться людям, которые занимали официальные должности, в Нагорно-Карабахской республике, потому что в Азербайджане говорили о том, что они собираются арестовать этих людей. Вы видели вчера информацию, что был убит мэр один из городов в Нагорном Карабахе во время военной операции. Я не знаю, как это произошло, но факт налицо. Конечно, всем стоит опасаться, но, насколько я понимаю, те соглашения, которые сейчас заключены, российские миротворцы должны быть именно той силой, которая должна гарантировать, что там не будет этнических числений. Именно они должны гарантировать безопасность мирного населения. Как это будет работать на практике, мы не знаем.